Оставайся с тобою, счастливы не будем, пусть нам этот мир не давно изменить. Мария и Раиса разучивают новую песню. Совсем скоро они споют ее на концерте, который готовят люди с ограниченными возможностями здоровья. В этом концерте мы участвуем вдвоем. В прошлом году у нас и танец был, и песню мы исполняли. В этом году у нас вот песни вдвоем мы поем. Концерт бывает очень такой, знаете, насыщенный. Удивляешься, сколько множества у людей, насколько они способны, какие они поют, танцуют. Концерт состоится 7 декабря в 3 часа дня в Доме народного творчества. Там же пройдет и выставка подделок. Нина Семеновна инвалид первой группы. Именно здесь, в Центре творчества для инвалидов «Рассвет» она нашла себе увлечение и новых друзей. Хожу сюда в творчество, как бы типа леплю дома, иногда вот балуюсь. Когда делать нечего будет. В детстве женщина получила осложнение после гриппа. Стала инвалидом, но силу духа не потеряла. Так я это, научно-исследовательское институте, 3 года лежала в Казани. Оперировали, чтобы могла встать после того это. Через 5 лет я до встала в инвалиде. С тех пор ковыляю. В городе и районе на сегодня проживает около 19 тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья. В прошлом году инвалидами были признаны более 900 человек. Декады – это возможность проявить себя, раскрыть свой потенциал в творчестве и спорте. Ну и по традиции люди с ограниченными возможностями с 1 по 3 декабря смогут постричься по льготной цене в парикмахерских. Также с 1 по 8 декабря льготные услуги окажет городская баня. Светлана Шумкова, Евгений Лызаев, Новости НТР.